Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас пятница, а это значит как уже по традиции, третий видеоблог мы вместе с вами смотрим, посмотрим что сегодня у нас здесь покажут, расскажут, возможно какие-то интересные вещи имеются в данном видеоблоге, если вам интересны подобного формата видеоролики, то от вас требуется наверное только лайк на данный видеоролик, если еще не подписаны, тоже можете подписаться, мне будет очень приятно. Ну и погнали смотреть, я не буду тут много разглагольствовать, давайте смотреть что вообще у нас тут сегодня будет, я так понял про вулкан будет говорить, давайте начинаем, ой 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 ой, это я не подготовился, извините. Переделываем вулкан в убер пушку, учимся крутить танк в гараже, перекрашиваем кусты на ходу. Всем привет! Перекрашиваем кусты на ходу? Что за бред? Мы уже анонсировали работы над обновлением вулкана, но теперь хотим остановиться на этом поподробнее. Первое изменение, что... Насчет вулкана я уже видел, честно вам скажу, то есть я видел, кто-то выпускал видеоролики, вроде там орхидеи, еще кто-то, то что там вулкан теперь сплэш, сплэш выдает, рикошетит от стенок, вот эту всю фишечку я уже видел, похоже про нее и будет рассказывать, но это не особо интересная вещь, если честно. Давайте послушаем. Просится вам в глаза косметическое. Я сейчас о новом ультраскине. Тут и обновленный дизайн и анимации и новые эффекты. Тот самый случай, когда поставил его на свой танк, зашел в катку и все сразу видят, кто тут главный. Но куда важнее будут изменения... Вы хотите сказать, что типа только с ультраскином будет доступно сплэш у вулкана и рикошет у вулкана? Если это так, то это интересная вообще мысль. Ну, давайте послушаем. ...которые, так сказать, под капотом. И начнем с того, почему мы вообще решили внести в него изменения. Не секрет, что вулкан не самая популярная пушка в игре. И вот почему. Во-первых, к ней трудно привыкнуть. До начала стрельбы ствол раскручивается в течение целых двух секунд. И это отпугивает многих, впервые поставивших вулкан на свой танк. Тебя убивают еще до того, как ты успел начать стрелять. Казалось бы, почему не сделать раскрутку? Ну конечно, ну конечно. Давай, Орех, ну расскажи, что ты думаешь вообще по балансу вулкана? Он же супер в балансе сейчас находится. Давай, давай, рассказывай. Быстрее. Все просто. Когда ствол раскрутился, управлять текущим лучом снарядов очень просто и это быстро наскучивает. Потому мы изменяем оба этих момента. Ствол будет раскручиваться быстрее, чем сейчас, но не мгновенно. Так что вам все равно придется учиться этим пользоваться. Главное, что изменятся снаряды. Вернее, появятся отдельные снаряды. И это ключевое изменение в вулкане. Был момент, когда мы думали о том, чтобы сделать так, что пушка начинает... А какая разница? Если у него остается такой же самый урон, ты ему хоть рикошет добавляй, хоть сплэш добавляй, он нагибать не станет лучше. То есть, если у пушки урон маленький, ты как ее не балань с дополнительными возможностями отскока, там, вот этих рикошетов, сплэшов, ничего не поменяется. Абсолютно. И то, что он там говорит, быстрее там раскрутка или не будет ее быстрее раскрутка, какая разница? У тебя урон на пушке маленький. Ты с этим уроном не сможешь нагибать никак. Там урона для начала апнуть до того, который был раньше, дабы эта пушка вообще что-то представляла из себя. Хоть она и не сложная, но урона маловато. В нашем распоряжении скорость стрельбы, скорость полета, дальность полета, дистанция поражения, убойная сила и другие. А при стрельбе по касательной... А может быть урон надо было бы поднять, не? Все, поднять, а урон... Зачем? Для чего? Будет рикошет от стен. Рикошет от стен. О боже ты мой. Даже небольшое изменение одного из параметров может полностью изменить как ощущение от пушки, так и манеру игры с ней. Самый простой пример. Добавление такого параметра, как скорость полета снаряда, сразу приводит нас к необходимости делать поправку на расстояние до цели и брать упреждение. Иначе вы просто не попадете по движущемуся противнику. На основании этого заново собирается не только сама пушка, но и устройство для нее. Так, например, одно из устройств, регулятор скорости стрельбы, делает раскрутку ствола почти моментальной. Но снижает скорострельность. И тут уже вам решать, что для вас важнее. Урон за единицу времени или время реакции на появление соперника. При этом остывают стволы моментально. Зажигательная лента больше не снижает... Я вот только не могу одного понять. А им что, рассказать больше нечего? Три минуты рассказ про вулкан? Про пушку, которая убита в игре, и типа она будет нагибать? Без повышенного урона она не будет нагибать, как бы ты ни хотел. Она не будет нагибать. Боже, что это вообще такое? Снижает урон. Вместо этого замедляется скорость полета снарядов. И хотя теперь приходится целиться с упреждением, выглядит такой огненный хлыст просто офигенно. Да еще и бьет больно. А если вы поставите усиленные приводы наводки, то скорость вращения башни не будет замедляться при стрельбе. Так что ждите измененный вулкан уже совсем скоро. Короче. Если этот вулкан будет нагибать, то я не знаю, ну, Блэд. Тогда я в чем-то не разбираюсь и в чем-то не шарю. Но, как я сейчас понимаю, из того, что изложили, то, что добавятся дополнительные возможности на пушке, она сильнее не станет. Урона нет. До свидания. До свидания. Просто до свидания. Смысл от нее? Потому что тут три минуты рассказывают про этот вулкан. То есть ему делают новые введения, типа сплэша и этого, и рикошета ради того, чтобы новые игроки покупали, что ли? Типа забайтить. Но если он не будет с нормальным дэмэджем вносить урон большой, то толку от него. Помните, мы показывали наш новый гараж? Так вот, вы наверняка заметили, что он не крутится, как прежний. И наверняка у вас возник вопрос, как же покрутить танк и поразглядывать его со всех сторон, если вам захочется. Очень просто. Очень просто. На самом деле, все логично. Если вы хотите повернуть танк, то вам нужно просто взять его мышкой и... повернуть. И точно так же вы сможете повернуть и дроном. Причем отдельно от танка. И это еще не все. Теперь стоящий на подиуме танк не просто неподвижный объект. Он находится на специальном стенде, и вы можете не только попробовать поездить взад и вперед, но и повертеть башней. Вроде мелочь. А какое пространство для создания скриншотов открывается? Вы же любите, когда мы показываем вам различные инсайты от разработчиков? Однажды мы уже показывали вам прототипы объемных кустов. И вот они уже не в стадии прототипа, а непосредственно... Вы думаете, что я молчу? Да я в шортах просто. Я в шортах. Я просто в шортах. Что это такое вообще? Что за обсуждение гаража какого-то? Я просто офигеваю. Какие-то кусты. Вы рофлите. Вы просто рофлите. Какие кусты. Какие кусты. В работе. Орех. А почему кусты меняют цвет? Ну короче, это дебаггинг. Он показывает переключение дальности детализации кустов. Вот. А он ответил на вопрос? Вы хотите сказать, что он ответил на вопрос? Слушайте вопрос. А почему кусты меняют цвет? Ну короче, это дебаггинг. Он... Почему кусты меняют цвет? Показывает переключение дальности детализации кустов. Вот. Показывает детализацию там в какие-то смены кустов. Это не ответ на вопрос вообще абсолютно. Ну может быть я тупой, но это не ответ на вопрос. Закончился наш квест. Если мы в неделю наберем 5000 лайков, то выпустим отдельное видео с разбором игры. Специально. Ну, тут, пожалуй, без комментариев. Ну, типа. Покашлял, в принципе, хватает. Для тех, у кого словосочетание «летающий танк» не вызывает удивления, стартует турнир «Мастера паркура». Участники команды должны записать короткое видео. Ваше сумасшедший финалист. Кто вам о конкурсе? У вас есть друзья, с которыми вам в турнирах? В киноучастие в турнирах «Блиц». Они проводятся в разных форматах. Например, завтра вечером вы сможете поучаствовать в «Блиц экзотик», который очень похож на так знаток. Ну, блин, ну хоть что-то они делают правильное. Ну, хоть какое-то развитие. То есть, хотя бы в своем видеоблоге пиар турниров. Все. 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 Шесть минут ни о чем. Просто. Каком и вам ММ. А неделей позже пройдут рейтинговые «Блицы» в киберспортивных форматах «ХРВР», «Лайт» и «Хард». Участвуйте в... Опачки, «Блицы» в формате «Хард». Оу. Друзья мои хорошие, вы знаете, где мы встретимся, да? Знаете, знаете. Вы знаете. В «Блицах» набирайтесь опыта копить очки рейтинга и претендуйте на инвайт на главные турниры сезона. Подробности по ссылке в описании. Вы знаете, где мы встретимся. Наши любимые ютюберы также не прошли мимо вулкана. Смотрите. Сбора. Дорама. Было на... Говорю. Тут очень плохо. Нашей квест-игрой у «Килджетон». Краски молотов. Довольно. В следующую пятницу. Ну, что я могу сказать, друзья? Это... Один из самых бестолковых видеоблогов, которые я посмотрел. Было время, когда я не смотрел видеоблоги. И, скорее всего, я, наверное, правильно это делал. Потому что... Что я получил из этого видеоблога? Ни-че-го. Просто ничего полезного я из этого видеоблога для себя не получил. Вулкан? Так я это все видел. Гараж крутится? О, ма-гэ. Воровки-то. Кусты? Еще глупее вариант вообще в видеоблоге рассказать про это. Притом, что там рассказано секунд 15 с вопросом для ореха. И орех не дает ответ на этот вопрос. Просто какую-то фигню сказал, да и все. Я не знаю, что это такое. И с чем это едят. Но я просто в шоке. Реально нет нормальных тем? Так задайте вопросы. Задайте вопросы, чтобы написали в комментариях вопросы. Напишут вопросы. И дайте ответы на эти вопросы в видеоблоге. А не рассказывайте про какой-то бред. Просто ни о чем. Раньше было лучше. Как бы это смешно не звучало. И при том вопрос-ответ. Были видеоблоги довольно часто. Но сегодня это что-то с чем. Я в шоке. Вот такой вот видеоролик, друзья, получился. Если вам понравился. То поставьте лайк. Если вы хотите, чтобы каждую пятницу мы продолжали встречаться вместе с вами. Здесь за просмотром данного интересного видеоблога. Но сегодня у меня просто нет слов. Я хуже видеоблога. Вот я прошлый раз говорил, что я хуже не видел. Оказывается, я ошибался. Сегодня, похоже, хуже. Как-то так. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.